Стартовала декларационная кампания этого года. Как обычно, она продлится до 30 апреля. О налогах с доходов и вычетах при тратах в нашем сюжете. Добросовестные налогоплательщики знают все. Ежегодно они приходят в налоговую инспекцию и уже детально пошагово знают, какие документы надо сдавать и заполнять, чтобы не нарушить закон. Кто-то делает это в электронном виде, а кто-то по-прежнему приходит проконсультироваться со специалистами ведомства и сдать декларацию лично. Но каждый год появляются и новички. Те, кто первый раз заполняет необходимые документы. Кто продал квартиру, земельный участок, дома, кто сдавал свое имущество в аренду, они обязаны сдать декларацию до 30 апреля этого года. Платить налоги нужно из доходов в виде дорогих подарков, полученных не от близких родственников, и с выигрышей в лотереях. Отсчитываются о своих доходах и индивидуальные предприниматели. Для тех, кто не предоставит декларацию вовремя, предусмотрены штрафные санкции. Специалисты налоговой службы напоминают, можно также оформить налоговые вычеты и вернуть часть потраченных средств. Кто лечился, кто квартиру купил, у кого дети учатся, они могут до конца года сдавать декларацию и получить вычеты. Личный кабинет на официальном сайте ФНС России, налоговая инспекция, многофункциональный центр. У налогоплательщиков теперь есть выборы для оплаты. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика.